Укачивание или морская болезнь – распространенное явление, с которым сталкиваются многие люди при путешествии на транспорте. Это неприятное состояние может испортить самые прекрасные моменты. Однако есть несколько простых советов, которые помогут избежать укачивания и насладиться поездкой в отпуск. Есть несчастные люди, которых укачивает в дороге. Чаще всего поездку в автомобиле или на автобусе плохо переносят в юном возрасте. Считается, что чаще всего симптомы морской болезни проявляются у 60% детей от 2 до 12 лет. Но примерно 5-10% населения страдает от этого всю жизнь. Медики рекомендуют таким людям перед поездкой хорошо выспаться и не есть жирную пищу. Накануне ребенок вечером не кушал много. У него не было продуктов, которые были кислыми. То есть исключаются апельсины, мандарины, лимоны исключаются. И ужин не должен быть обильный. Легкий завтрак. Завтрак все равно должен быть обязательно. При движении на автомобиле лучше не смотреть на быстро движущиеся за окном предметы. Это может вызвать симптомы укачивания. Место по возможности необходимо выбирать в передней части салона. Главное – не садиться в противоположную от движения сторону. Это частые остановки каждые 2 часа. Это так, чтобы ребенок сидел по ходу движения, отвлекать его, читать книжки, играть в игры, для того, чтобы он не смотрел на движущее полотно за окном. Взрослым медики не рекомендуют перед поездкой употреблять алкоголь. Из народных средств справиться с симптомами укачивания помогут конфеты, печенье, постилки с имбирем. Его можно заменить мятой или цитрусовыми, а также витамином С в таблетках. Это имеет с собой под рукой водичку, возможно, кисленькую с добавлением лимона. Также еще эффективные методы есть, если у нас есть леденцы с мятой, например. Можно на запястье нанести анисовое масло, которое можно при возникновении признаков укачивания понюхать, тоже будет снимать эти симптомы. Помогают на время снять приступы тошноты и фармакологические средства. При их приеме необходимо учитывать, что таблетки от укачивания имеют ряд противопоказаний. Поэтому лучше проконсультироваться с врачом. У нас есть два препарата. Есть препарат драминная и есть авиамарин. В принципе, то же самое. Один импортный, другой отечественный. По ценовой категории 270-280 рублей. Есть еще браслет пунктурный от укачивания. Здесь уже более узкая группа населения выбирает такие средства. Препараты принимаются за час до выезда. В основном они подходят детям с трех лет. Предотвращает тошноту, укачивание, не содержит лекарственных средств, не вызывает сонливости, не окажет побочных эффектов. Кроме специальных средств, избавиться от симптомов укачивания помогут препараты от тошноты, например, церрукал. Можно выпить и антигистамины типа супрастина. Если совсем плохо, то стоит обратиться ко врачу. Инна Борисова, Сергей Лукович, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.